Продолжение следует... Что ж, давайте приступать к просмотру. Хана, тульсет, едем. Ууу, Джулиан! Ой, какие синты интересные. Ой, какой-то шумненько как-то на фоне. Что-то шумненько, шумненько они. И в инструментале натворили. Толь свели хреново. Как-то грязновато. Ну, либо это Ютуб, как обычно. Тут какой-то зацикленный кусок времени, что ли, не могу понять. Они возвращаются. И все начинается заново. Или они играют в игру. И начинают с одного и того же момента. Потому что этот поезд никак не въедет в эту песчаную бурю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороший соляк. Во, наконец-то въехали в бурю. Все, никогда ехать до нее не могли. Ой, блин, шумно, шумно, капец. Не получается насладиться каким-то инструментом даже, чтобы вот его выцепить. И прокайфовать, просмаковать. Оно как-то, блин, все в кучу. Как будто это японский релиз какой-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, въехали они в светлое будущее, так сказать, куда-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Непонятно-непонятно. Непонятно-непонятно. Ну, знаете, у меня такое ощущение было не только от заглавки. Еще в парочке треков было такое ощущение грязности, так сказать. И это я со Spotify слушала. Так что это, наверное, если я сейчас и заглавку со Spotify послушаю, то как будто бы ситуация не изменится. Слушайте, ну, блин, мелодия вроде бы интересная, и ходы вроде интересные, но оно какое-то... Чуть какое-то сырое, скомканное. Не знаю, оно какое-то однородное, что ли, от начала и до конца. То есть не было каких-то моментов, где можно было бы отдохнуть, как будто бы оно вот... А того, что оно шумное от начала и до конца... Эпичность, которая могла бы быть, она потерялась. Будь там вот какие-нибудь более разнообразная амплитуда в инструментале, да, там где-нибудь тут потише, тут помягче, тут помедленнее, тут убрали инструментов. Вот. Она какая-то вся слишком громкая, шумная, грязная. Вот. Ну, может быть, это, конечно, специальная. Ну, такая задумка была сделать грязный трек. Дёрти. Вот. Но по мне так это не выигрывает. Немного. Много. Вот. Знаю, конечно, надо переслушать на музыкальной площадке, но у меня такое предположение, что тут как будто бы ничего и не поменяется от этого. Вот если бы, говорю, они её более разнообразные, что ли, сделали, то было бы намного интереснее его слушать. И менее шумным. Менее грязным. Ну, да. Эти прилагательные здесь будут сегодня часто звучать, судя по всему. И вообще, в целом, подрастроил немножечко у меня альбом. Вот. Если предыдущий альбом я утянула практически, если не соврать, по-моему, прям вот все. И заглавку, и бисайды. Ну, в целом, у меня с заглавками героев так себе. Вот. Начиная с дебюта и последующие альбомы, именно заглавки, мне нравились всегда сильно меньше, чем бисайды. Ну, как бы, дебютная песня была одна, то есть сингл. Она мне как-то не очень зашла. Вот. Было понятно то, что ребятишки многообещающие, так сказать, перспективные. Вот. Но так, чтобы прям залететь с полпинка, трек меня прям не восхитил. Супер-пупер, как сильно. Вот. И последующие заглавки меня не столько заинтересовывали, сколько именно бисайдики в альбомах. Вот бисайдики всегда были классные. Ну, вот, говорю, в последнем я, по-моему, прям все утащила. Не надо записывать ночь реакции. Язык заплетается. Вот. А в этом альбоме заглавку я не утяну. Скорее всего, сто процентов даже переслушаю. Ну, ладно, я ей еще дам шанс, после того, как послушаю на Spotify, сделаю окончательный, так сказать, вердикт. Вот. Но из бисайдов я забрала только Pluto и Enemy. Enemy. Вот. И то в Pluto мне немножечко вот так вот случилось. Покоребило меня от автотюна, который там как будто бы вообще не нужен был. Зачем его туда вставили? Вот. Но, как бы, трек хороший, автотюн не смог меня убедить в том, что это не нужно добавлять. Короче, я добавила. Это, конечно, жирный минус, но плюсов в треке больше. Вот. По другим композициям из альбома, последний Again Again слишком поп-панковский какой-то, как будто бы вот... Такое ощущение, что сейчас вот если кто-то берется за поп-панк в кей-попе, он как будто бы у всех одинаковый. Вот. Ну, ничего особенного, все одинаково, как будто бы никакой изюминки нету, поэтому его я прошла мимо. Фредди очень сильно, именно не в инструментале, а именно в вокальных партиях пахло Day6-ами. Вот. Но пахло Day6-ами, я люблю Day6. Пахло не настолько, чтобы трек случился ваушный какой-то. Вот. Вот, по-моему, Bad Chemical один из шумных, по-моему, насколько я помню. Ну, сейчас, ладно, не буду врать, я уже не помню, какие конкретно были шумными треками. А Параноид, он вот, я когда слушала по порядку Бисайды, начиная с первого, пропустив заглавку, естественно, я думала, а будет ли что-то наподобие Good Enough? Вот, вспомнила. Очень офигенная балладочка в предыдущем альбоме. Думаю, вот чего-то как будто бы вот такого просится. Включая Параноид, он начинается. Думаю, вот, наверное, это что-то из такого разряда. Начинаю слушать и понимаю, что, блин, сейчас их, им после того, как они сделали Good Enough, им будет сложно переплюнуть самих себя, и поэтому их грустная сопливая песенка из-за этого альбома, к сожалению, в плейлист не попала. Что ж, вот, всего, получается, семи песенев. Я две штуки только забрала себе. Обидненько, обидненько. Герои так-то никогда не обламывали, так сказать. Вот так вот. Что ж, ждем следующего альбома. Я не успокоюсь. Пока в моих ушах групп не реабилитируется, я не успокоюсь. Это точно, сто процентов. Что ж, будем за сим заканчивать. Добавить с ней больше нечего. Напишите в комментариях, пожалуйста, как вам заглавка. Я не скажу, что она прям хуже всех предыдущих вышедших вот таких вот песен с клипами, так сказать, и заглавок, и дебютного сингла. Вот. Не скажу, что она прям хуже всех, но как будто бы могла быть лучше. Вот. Как будто бы в ней есть какой-то потенциал, который они не смогли раскрыть. Как будто бы вот что-то где-то не доглядели. Ну что ж, мальчишки пишут-то сами. У нас в этом альбоме они из семи композиций только вот Bad Chemical не сами писали. Вот. Молодцы, все равно. То, что пишут сами, сами самопродюсируются, так сказать. Ну, естественно, там привлекаются и сторонние композиторы, и сонрайтеры. Вот. Но то, что они сами с усами, все это дело практически с дебюта. С дебюта. Нельзя записывать ночью. Что ж такое. В общем, молодцы. Вообще, ребята, должны быть и такие альбомы, где, ну, немножечко вот шаг назад и два вперед. Так что два вперед ждем в следующем альбоме, так сказать. Ну, это, опять же, моя вкусовщина. Кто-то, возможно, уверенно, много людей есть, таких, которым залетело это все с полпинка. И они прям в восторгах абсолютных. Ну, вот лично у меня это шаг назад. И ждем два вперед. Что ж, все. Пишите то, что я вас попросила написать. Вот. А на этом, собственно, все. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok